Надолго примите меня? Да, конечно, я рад Я уже собираюсь давно, а что-то никак не соберусь То, это самое, и то сил нет Сейчас голос появился У меня пропадает все иногда голос Иногда так резво бывает Связки ослабляются, я не знаю, видимо От голода тоже, от питания недостаточного И говорить невозможно А это подкрепляется, и раз опять появляется голос Инна Тихич, да я, знаете, что я хочу по поводу Я, только так, и для нас останется Для того, чтобы это не выставлять Потому что тоже вот это По поводу Александра Андрусенко Ну, человек сильно, в общем, изменился, можно сказать Трансформировался, я не знаю, как Отношения, я вроде с ним стараюсь Прежние отношения сохранять Понимаете, а тут уже давление идет такое Ну, просто человек начинает давить Он как бы принуждает оставить православие Понимаете, то есть Всякими путями, всякими подходами Я уже не знаю, я говорю, брат, ну Я понимаю, что тебя Господь искушает Господь тебя проверяет Я говорю, я поэтому с тобой не хочу спорить Вот, как А он, да нет, ты просто не понимаешь Ты еще в духе слабый Поэтому вот ты еще не доходишь В православное состояние Вот, и я не знаю, как быть-то Дальше, что делать-то Ты уже правильный путь избрал Что не знаешь Ты не лезешь к нему под ноги Я ему сказал Подури да возвратись Он мне подбрасывает ролики Да вы же сами говорили Такие беспорядки Я говорю тебе, ты А право ты можешь, нет? Ну, я же никуда не ушел Здесь и трудимся И такого архиерея, как у нас сейчас Ты найди где И Бог его присылает сюда Епископам Его сразу, минуя архиепископа Поставят митрополитам Как будто он давно у нас был И мы в одном доме с ним жили Вот такого митрополита Я в этом вижу особую милость Божию Дает нам вдохновение Я ему сказал Он опять подбрасывает материалы Время от времени Я могу только молиться Я его занес в особую графу И все время молюсь о нем Мне аж страшно Он что-то начинает писать Предлагает, выходи, поговори Вот, а мне страшно Даже такой, знаете, берет Я знаю, что я сейчас выйду И он под всякими предлогами Начнет меня, ну не то что уговаривать А вот переубеждать меня А мне внутри настолько смешно Я говорю, брат, да я сделал свое решение И вывел тогда, когда мы с тобой С Потеминым познакомились Только я уж тогда увидел Твое, вот эту подвижки Твою против, ну пояс Как он говорил, надо истину искать Вот через, я говорю, ну вот тогда Год назад ты через Потемину нашел ее В этом году ты через этого Через свата истину находишь Я говорю, а завтра кто будет Вот, он так обиделся Ну как, он не показался, конечно Обиделся Ну дело в том, что, да нет Вот он говорит, у нас со сватом Такие единения такое Вот в духе мы Ну не знаю Прям И приглашали А у них Они же собрались там Сват Потом этот Скок Вот этот вот Пятидесятник, который Не помню Да, я знаю, было Олег Олег звать его Вот Дмуха И еще там Но они Я еще что хотел сказать Делайте как-то Не адреса Не давайте Фамилии людей Потому что они Людей утаскивают Понимаете Они соблазняют людей Через это То есть они Заходят на мои На ваши ролики Смотрят новых людей И в контакт с ними входят Понимаете Со всеми абсолютно И вот что За вот последние полгода Скольких Я только 4-4 человек Знаю Которые Ушли из православия В том числе Юлия Долбнева Додолбили ее они Мне Александра Сколь Что она Вышла Понимаете Я отношусь Все к словам Никто не отлучится От любви Божией Бог знает Внутренности Человеческие И кого Через кого Подойти Арий Соблазнил многих Ну а почему Не всех И поэтому Хотя бы один Не соблазненный Он ответит За всех Тогда Ответит Вы тоже могли Так же стоять Я знаю Он говорил Перед нашей последней встречей Он сам вышел на меня Вот я так-то понимаю С православием И я говорю Ну их кому ты Я ни к кому один Я говорю Так не бывает Ты обязательно найдешь Таких Которые Хулители Вот так же теперь будут Ты не выдержал Тебе сказал архиерей Ты им помогал Построил там крестилку Зал для занятий Тебя не оценили Господь через это Тебя испытал Не делали добро Такое Это мы по житьям Святых можем увидеть И тогда поднимаются Его изгоняют Савва освященного Вспомни Поднялись монахи 75 человек Взяли ломы кирки Его убить Он вышел И по пустыне Там где-то отдельно Ходил И там спасался Вот и весь ответ Я говорил им Он нашел там этот Симон Какой-то Поет ходит По горам Рахольский Ну и что он Ну поет Пропоет и руку тянет Дайте денег Я пел Еврейские штучки Еще тебе это даст Ушел и опять пустой Зачем нужно Что он идет по дороге Ботинки снимает Шагает Потом лезет на горы Зачем это Можно делать кадры Я целые Выбросил Там Как поет Там допустим Расторгуев Там кто Растеряев Этот Игорь Поет Говорит там Дороги-дороги Сразу показывает Машины тянут Он сидит И играет на Гармошке А показывает Какие кадры Это же Высоцкий Он говорит О чем поет И показывает кадры Ходить то не за чем Туда Это и у баптистов Вот сейчас православные Поставили Ролик такой Называется Косари И пели то Протестанты А сейчас православные На это пение И прямо косари И они там молятся И идут Свечки ставят Православные На сто процентов Да здорово поставлено Вот можешь оставить И ходить то не надо Никуда Оно это Конечно Сибориты любят Он даже на берег моря Там рояль привезли Он там поет Может видели у него Я видел Я пол песни одной послушал Я Я такие вещи не люблю Ну вот Теперь Можно ли что-то сказать Я молюсь Вот в чем дело У меня советник то другой Не Не из человека где-то Я слышу Я принимаю И это что говорят Я тоже приношу на молитве И стою Жду ответа от Бога Господи Я не харизмат Но я знаю Написано что Бог отвечает Бог слышит Любящих Его Я Его люблю И мне на сердце положено Не трогать Его Его не трогать У Него все свербит Он оказался Не приготовленный к этому Человек в достатке живет Он очень добрый Просто не выскажешь Какой добрый А тут все наоборот пошло Я им могу показать Какое житие Вот одна такая-то Я говорил Может слышали И она пришла к епископу Она много жертвовала Княгиня И говорит Ты мне дай Из монастыря Какую-нибудь Такую Чтобы я за ней ухаживала Ну Что же я дома-то Сижу одна-то Ну он говорит Там Настоятельство Сказал Ты подбери Она хорошая женщина И она дала Она неделю продержала Пришла Говорит А ты что мне дал-то Он говорит Неужели она дала плохую Так она Руки целует Я еще не дам Она руки целует Меня голубушка Да я разве это просила Дай такую Которая проверила бы меня Ну тогда поняла И избрала Самую негодную Она Привезла домой Начала поить Она по чашке ударила Разночет Ты мне даешь Тут пакость какую-то Наклонилась Она пнула ее Ты Богачи ограбили народ Да еще тут ходишь Царство за меня Хочешь получить-то Она пришла к епископу И плачет Владыка Благодарю вас за любовь Какой вы мне дали красавица Она все В штыки принимает-то Я говорит Менять все начинаю Говорит Вот как А тут одно слово сказали Он оказался в этом Неподготовленный А он Хороший Он даже Понимаете Вот в прошлый раз Он не догадался Когда я с вами переговорил А потом с Александром Я говорю Вы на меня сейчас нападите Вот такие вопросы Примерно поднимите И меня начинайте Там еретик Или как-то Не еретик Никто даже не догадался Что мы по договору Это сделали Я хотел Мне охота От любящих людей Услышать Которые ничего не замажут Ну Получилось как надо Даже никто не догадался Что мы это по договору Делаем Я все вопросы Услышал Подробно ответил И ролик Так и стоит Ни один не сказал Что мы тут Задумали Что-то Их нападки На меня Он Мне подталкивает Материалы Что он видит Вот они такие Тем более Должен усилить молитву Мы видим Грецогрешающего Не видим Кающегося Ты меня Никак не зовешь Не упрекнешь Что я подлизаюсь К патриарху Или к епископу Не один Кому сказать Я все сказал Сказал И больше не надо Мне Зачем вылазить Это когда я уже сказал Ну что Показать Я герой какой-то Я не герой Что я такой знающий Я не знающий То есть У меня нет ни одного свойства Чтобы нападать На него Или где-то То есть Я не имею хамства У меня нет этого Преимущества Перед другими Я один раз сказал Он обозвал Наплевать да забыть Хорошее пословиство Я как будто Не слышал этого Это меня Вот и психологически Рассмотреть Вот такой Вариант поведения его Да Вот когда Человек шмеется Он начал хохотать Понимаете Вот это вот Подхохатывать начал Да Вот И как бы он Он смеется И ищет в себе Вот Вы что Я вышел Я теперь свободен Я все понимаю И в то же время Он ищет какого-то подтверждения Чтобы найти людей Которых вот Утвердиться на которых То есть Ему кажется Что он Свободен А на самом деле Он ищет каких-то подпорок Вот этих Постоянных Во всем ищет подпорки Душа-то мечется Все равно ведь Правильно Помните На вас вышел Это Дмуха Александр Это член нашей общины Его жена у нас Поет на клиросе Она Медсестра Большего негодяя Трудно найти И он с ним Соединяется сразу То есть Дух Обязательно найдет Сродство Он не такой Он жене не изменял Как тот Он не ходил Там по разным Этим местам Не ябеничал Там ничего Он не плакался Каждой женщине В жилетку Нет он Александр не такой Тоже Александр Но он сюда вышел Стулуса на вас Не получилось Дом Пашкова Там образовали А этого-то я знаю Но думаю Он выйдет Они уже вместе Я только подумал Они уже вместе Все И с кем он Только пожалей Люди С которыми нельзя Рядом одним воздухом Дышать Миазмы изощают Они не видят этого Как же так Он же Он настолько был Чуткий к людям И вот Вот это в нем Как бы потухло Он сейчас Не видит очевидно Он со скоком С этим вот С дмухой Вы вот еще говорили По весне по-моему Вот дмуха И вот этот Дмитрий Кузнецов Они как братья-близнецы Как двое из ларца Они одинаковые Абсолютно по духу И даже похожи Стали друг на друга Там под этим роликом Пардон Пашков Там мои комментарии большие Прочитаю только и все Тем более Я не в нападках Я просто раскрываю Кто скрывается под этим И все время подхахатывал Я говорю Саша Ты не боишься Рот развивать Золотой говорит Не думай Что сатана вскочит В рот тебе Это место плаща Плащ не рыдай Те горе смеющимся ныне А вот скажет Ты сам над собой заследился Скажет Я знаю этих людей Эти люди Очень далеки От истинного покаяния От слезного сокрушения О грехах своих От своего несовершенства Спроси когда он плакал Выпросил у Бога дар Он не знает этого Даже не слышал А как так Очень просто Я воспитывался Не в изнеженной среде Какие у меня родители И вот Я просил у Бога Я читал про это А я не знал Как это плакать Чего буду плакать Я верую во Христа И мне Библию подарили Я сегодня объяснял это Собрались там верующие И они с трудом С трудом достали Библию Какому-то брату Издалека приезжают А он не приехал И они между собой Там за столом посидели И один встал Сказал слово Подари молодому брату Мне Я только сказал Спаси Христос Взял Библию Вышел в коридор Там в одежду Воткнулся И весь вечер Проплакал А я работаю на корабле У меня сила Учусь сам мореходке То есть У меня все в достатке И здоровье все Здесь Бог меня сразу смирил И после этого Я уже узнал И меня Бог трогал На такую молитву вставал Что мой организм Обезвоживался Я плачу Вот один написал Говорит Где вы видели Этот Кирилл Сахаров Чтобы человек выходил Прихожанин И в церковной ограде Часами плакал За то что не проповедует Евангелие Он обо мне говорит Это дар Это особой ценности дар Я не артист Вы когда сказали Вот это о нем Двое человек Я лично полностью С этим согласен И двое-два человека Еще один с Украины Другой с России Вот Мы вот Сошлись на том Что вы абсолютно правы Вот это вот знаете Это еще можно отнести Не к дару слез А как бы Нечувствительность Такая к ближнему Вот Он не чувствует Вот этого Как бы Не сочувствует Он Поэтому Под ногами путаться Ни у кого не желаю Я только молюсь Ежедневно Поминаю его имя Его добрые дела Он очень добрый И поэтому Вот Я бы мог Сейчас вот Вижу Что неправильно поступает Такой-то где-то Священник Но я вижу За этим неправильным Другое Правильное И Я не знаю Надо ли мне выступить И говорит А почему вы не откликаетесь Ну относительно Матильды я выступил А Александр-то Калинин который где Я с первого дня К нему так и относился Ролики те-то Сохранились Я его не воспринимал Я только смотрел на него Как на шулера На обманщика Воскресенье его А теперь-то Что пишут Что он там Женщину убили Восемь лет отсидел Он все скрывал А теперь Сегодня мне только звонят И говорят А вот ваш брат-то Это А не звонят А был-то Корреспондент И говорит А вот Следы ведут На Алтайский край От этой От Матильды-то У вас они там были Отец Аким был С Иваном Суворовым-то Да говорю Как Они приехали к больному человеку Что они так сделали-то А этот-то пришел Спрашивал В неплохих вещах Как образовать общину Ну и больше ничего и не было А тут как взыграли Это Лапкины Это они это поддерживают Там это такого-то Нигде Найдите Они так кричат А ничего нету Они подвизгивают Вокруг моей колокольни Мощатся на нее Ну а я стою и стою Смешно даже У них нет ничего Александра я вразумлял И после того Как мы говорили Он стал искать ролики Убрать наших разговоров И я понял Ой-ой-ой Да как Как это может быть так Согромно Вы высказали Что я был с вами Абсолютно согласен С самого начала Понимаете Мне до последнего Жалко Все равно У меня какая-то Жалость к нему Вот он за месяц До того Как его посадить Он приезжал Он приезжал ко мне Вот туда в деревню Где мы были летом Я вот за месяц До его посажения Упрашивал Я говорю Саша остановись Я говорю Ну тебе дурака Посадят Десять лет дадут Остановись Кто тебя Тебя сейчас посадят Через месяц Забудут Он говорит А может не забудут Может не забудут У него Наркоман Это Аняна не открывает Женщина Он им сказал Что у нее деньги Через мать узнал Она ему открыла Они ее задавили Задушили Они это разыграли Как она откроет дверь Они бросятся Его собьют Чтобы он потом Невиновен был А получилось так По-другому Ну его и засыпили Он восемь лет отсидел Потом за поделку документов Там еще что-то Он бессовестный человек Он убийца Он умереть должен Давно был Смерть за смерть У меня ролик это есть Где вы с ним беседуете Который удалили Если хотите Я дам ссылку Ну вот Я два ролика поставил Я сказал Это провокатор Как поп-гапон Сегодня спрашивали Ролики Да, это точно Ну смотри Он спровоцировал людей А дальше это людей Этих Куда дальше это девать Они опороченные Зачем это нужно Ну и посмотрели Понимаете Ну посмотрели что дальше Ты за царя бьешься Да, было Лучше всех Мне понравилось Кто ответил Это епископ Егорьевский Тихон Ответил абсолютно правильно Да, было Да, был увлечен Он был неженатый Но ничего не было Между ними Да Ну пуском Таких вещей Об этом и Говорить-то стыдно На этом себя показывать Это Театр какой-то Да Ну я рад что ты вышел Хоть услышал тебя Меня спрашивают Я сам Я сам рад Я в принципе с вами не расстаюсь Я каждый день Смотрю Всегда одного ролика Просматриваю Я не на день с вами не расстаюсь Мне Бог послал сразу Трех помощников сейчас Они работают над книгами Выставлять В виде роликов И уже выставили мы Сейчас регулярно выставляю Все время И Библия идет у меня Златоуст Архипелаголог Подготовили сейчас К выпуску Пять томов Добротолюбия Вот сейчас Для Слово Божьего нету Две симфонии К истинному православию И сейчас он Этот человек Новиков Сергей Александрович Я где-то Подмосковье он А один в Америке Кричков Андрей Тот Златоустом Подготовил Златоуст Это у меня 1262 ролика Будет По Проводям разбито А теперь Там-то стояло На сайте То скачать нельзя А тут-то любой Только нажал И все на глазах Да еще оформляют Как-то Ну мне очень нравится Сама листается книга Толтона остановилась Прочитал Отпустил Она лиснулась Там не сложно Но времени много Нанимает Да Это видите как Молитва Больше никак Господь Если Он дал претерпеть Что-то Посмотреть А еще я буду спорить Это честно Так занятия были эти Там Сергей Не согласен Ну ты не согласен Мы поделились И что нам делить-то Сергей-то и Ирин Выступает Он много знает Он очень хороший человек Ну и все на этом Я тебе сказал Как есть Самый главный признак Вот какой 17-18 глава Москва Это Третий Рим Это Епифаний Славенецкий Мы не можем отбрасывать Что это Тогда они этого не знали Про Москву Ее и не было А теперь-то В Плату и подошло Я с претензией На Третий Рим Все время в интернете Идут ролики Москва Третий Рим И никто это не опровергает Даже А четвертому Не быть И Я думаю Еще встретимся На неделе Я позвоню Спасибо Дорогой брат Мы Всегда с тобой Володя Никите Отдельный Тяжелые минуты Вспоминай У тебя друзья Община И записывают Все время К болящим И везде спрашивают И как и что Не выходил Не выходил Но ты бы вышел Нет Я не могу трогать Человек Он сам выберет момент Я с вами Постоянно Сверху С душой С вами Спасибо Христос Все Игнатий Этот ролик Не публикуйте Ладно Так это Я сейчас Ночью буду Закачивать собрание Утром оно будет стоять Я посмотрю Хорошо С Богом С Богом С Богом Храни тебя Господь Дорогой брат